Здравствуйте, дорогие друзья! Снова я БН. Я приветствую вас на моем канале. У нас сегодня с вами будет продолжение обсуждения темы Украины, Донбасса, России, всех этих взаимоотношений. Я рад приветствовать сегодня у меня в гостях Алексея Журавка. Это депутат Верховной Рады 5-6 созыва. Алексей, вы уже в эфире, мы вас все видим и приветствуем вас на нашем канале. Алексей, вы в эфире уже? Приветствую вас. Приветствую. У меня есть несколько вопросов, которые мы хотели бы обсудить. С Алексеем мы договорились, что у нас примерно минут 40. Ну, надеюсь, что мы все успеем осветить. Значит, Алексей, какой твой прогноз по поводу событий на Донбассе? Если, на твой взгляд, у украинских властей хватит безумия, так скажем, начать этот конфликт. И если этот конфликт начнется, то какой твой прогноз на то, как это все будет происходить и к чему это приведет? Ну, если рассматривать, куда ведут Украину и кто за этим стоит, и зачем это делают, и что с этого всего получится. Я хочу сказать, большой трагедией закончится. Ну, первое. Украину ведут на бойню. Это самое страшное. С Украиной сделали пушечное мясо. Второе. За этим стоит Америка. И американские сателлиты. И, как говорится, сателлиты – это Европа. Ну, как это было в далекие времена, в Великую Отечественную войну. Фактически против Советского Союза. Воевала вся Европа. Англия, в том числе и Америка. Мы практически наблюдаем то же самое. Меркель-Макрон фактически молчит. Америка свозит Аташе свое. Проверяют боевую готовность. А нацики и, будем говорить, люди, которые не соображают, что они творят, идут на эту войну. В ВСУ тоже такие люди есть. Поэтому это приведет к большой трагедии. Что касается, кто в этом выиграет, сразу хочу ответить. ДНР. Чем это все закончится? Ну, распадом Украины, государственности, повторюсь, большими потерями, смертями. Мало того, будет очень много инвалидов. Я не хотел бы, чтобы эта война началась. Не желает. И не хочу, чтобы молодые парни, как с одной стороны гибли, и с другой стороны гибли. Не хочу. Но, увы, спусковой крючок НАТО, будем говорить, уже нажим. Поэтому, в данный момент, к чему оно дальше приведет, это только Богу видно. Могу одно сказать, что это не 2014 год и 15-й или 16-й. Это куда гораздо пострашнее будет война. От этой войны брызги полетят и на Европу. И если НАТО сегодня сближается, показывает свои мускулы, то, я думаю, они не будут воевать за Украину. Они просто в топку кидают полено под названием Украина. И они спровоцировали гражданский конфликт. Давайте вспомним. Уход Януковича. Обама. Позвонил Путину. И сказал, что все будет нормально. Не будет переворотов. Приехали так называемые... До этого разговора приехала Польша. приехала Германия, Франция. Подписались Януковичу меморандуму. Что произошло? В тот момент майдауны, нацики, постреляли майдаунуцев. Вот так я называю. И война началась. Фактически тогда еще все началось. Уже были жертвы. Потом Одесса. Шевченковская. Шевченко. Потом Донбасс. Чьи самолеты обстреляли Донбасс? Луганск, Донецк. Украинский. Кто за этим стоит? Американцы. Кто привозил грузинских наемников? Американцы оплачивали. Все знают, что Саакашвили убийца. Вот с этого началась война. А теперь берем 2021 год. Смотрим внимательно. Поле боя. Одно и второе, назовем так. Граница одна и вторая. ДНР и Украина. Там люди обстреляны. Все знают позиции. Но уже это будет не то. Это будет гораздо кровалей. Не хочу в эфир говорить, но определенные признаки говорят сами о себе, что Украина проиграет, а НАТО сбежит. А теперь возьмем беловежские соглашения. Там еще было видно, что Украину приведут к войне. Никто не пожелал поставить подпись, что НАТО придвигаться ближе к России не будет. А только устно был разговор. Они дали свое слово американцу и забрали. И что же мы видим? Где НАТО находится? В Грузии. Можно сказать, фактически в Украине. На Украине. Фактически в Польше. Это что обозначает? НАТО приближается к границам России. Неужели Россия это будет терпеть? Конечно же нет. Каждый отставит свои интересы. Я лично считаю, что это земли русские. Наши нам деды подарили. До самой Польши. Мы согласились, чтобы Германия объединилась. Ушли оттуда. Свои части увели. А они что сделали? Наоборот подвинули. Так вот, вернусь к тому, что Европа обманула сегодня Януковича. Америка обманула Путина. И сейчас Путин переговорил с непосредственно Меркель. Ну и толку. Она там мычит и еще рассказывает, где должны войска быть российские. Российские по территории российского государства катаются войска. Какое их дело? Поэтому я за этим наблюдаю. Очередной обман. И в итоге. Почему-то на сегодняшний день Европа не стремится остановить эту войну. Почему-то все обвиняют Россию. Обвиняют на сегодняшний день ЛДНР. А где ж тогда Украина? А кто ж тогда обстреливает Донбасс? А почему дети гибнут? А почему военнослужащие гибнут? А почему дедушка погиб? Которому снайпер убил? Который кормил курочек? Вопрос. То есть они не отвечают на эти вопросы. А ищут крайнего. Поэтому в данный момент крайний. Это на сегодняшний день. Украина. Вот наживем естественные словами, что это лохи. Алексей. И это так произошло. Алексей, скажи. На твой взгляд. Неужели Зеленский и остальные люди, которые сейчас управляют Украиной. Неужели они не понимают? Или у них выбора нет? Или их толкают? Им просто не дают возможности сделать что-то иное. Но это, с моей стороны, безумие. Давай будем говорить так. Все они прекрасно понимают. Но у них яички в тисках находятся. С одной стороны, американские. А с другой стороны, европейские. Их зажали так, что у них выхода нет. И вот они сегодня народ ведут против России. Ведь специально эту гражданскую войну сделали. А, как правило, гражданские войны, они на сегодняшний день самые длительные. И самые кровавые. И это факт. И вот на сегодняшний день пришло время, когда коллаборанты засилили Украину. А это же для меня, Зеленский, это коллаборанты. Ты заметь, все практически участвуют, европейские страны, в этой войне. Но только против России. Россия сильная никому не нужна. Кто может выполнять эту команду? Ну, конечно же, Зеленский, Порошенко, Турчинов. Вот эта вся свора, которую за Зеленые предали свой народ. И это страшно. И это надо говорить. Просто, знаешь, говорить честно вот так. Жаль, что Россия не извлекает с истории ошибки, те, которые были в момент Великой Отечественной войны, когда она начиналась. Вот этого нельзя допускать. И на сегодняшний день России надо не допускать ошибку, а сделать все, чтобы вернуть все свои земли, наши славянские земли. А этих коллаборантов зачистить надо. Вот и все. И делать, строить свою могучую страну. Только так может сформироваться тот баланс, когда в этом балансе невозможно свершить третью мировую войну ядерную. А сейчас этот баланс разрушен. Поэтому Европа, американцы просто охамели до беспредела. Только один раз по зубам надо дать, так, чтобы отскочили от нас. И тогда они успокоятся. Вот это мое личное понятие. Поэтому в данный момент Зеленский это фишка, которой играют чужеземцы, ястребы американские, Порошенко тоже самое. Для меня это военные преступники, убийцы. И я говорю, вот как оно есть. Вот и все. Власти Украины говорят, что, по их мнению, НАТО вмешается. Также мы слышали, я слышал, что Байден сказал, что как бы, ну, вроде обещают как-то там помочь Украине. На твой взгляд, во-первых, на твой взгляд, когда может Украина начать конфликт с Донбассом? Я знаю, что, в общем-то, Запад любит вот такие вот делать провокации в тот момент, когда как бы в России вроде бы некогда. Вот, к примеру, конфликт с Грузией был во время Олимпиады. Может быть, на 9 мая? Да нет. На 9 мая? Да нет. Когда ты думаешь это? Я И неизвестно, кто какую провокацию сделает и когда она начнется. Она может в любую минуту и сегодня, и завтра, и послезавтра начаться. А может через месяц, и через два начаться. Она в любом случае будет. Понимаешь, то, что НАТО свои войска не пошлет, это тысячу процентов. То, что она выделит денежные средства, летальное оружие, будет выделять многие такие вещи, которые будут сегодня способствовать разжиганию войны. Это факт. Это факт. И не надо тут уже говорить, они все время помают. НАТО присутствует под другим видом на Украине. Это ЧВК, это, будем говорить, военные инструктора, это на сегодняшний день оружие. И надо говорить прямо, что НАТО давным-давно воюет с Россией, только оно воюет украинскими руками, как говорится, и украинским мясом, как американцы. Мы эту войну будем вести до последнего украинца. Вот и все. Надо отдавать себе отчет, что война давным-давно идет. А вот гражданской войной прикрылись. Это называется гибридные способы воздействия военной тактики, назовем так. Вот накрутили народ, поссорили его, разрывали узы и чужими руками молотим. Но тут же давайте говорить объективно идет преследование какое. Первое, что Россия постоянно тратила ресурсы человеческие, денежные, будем говорить так, хозяйственные ресурсы, вспомогательные ресурсы, строительные ресурсы и так далее. Россия пытается со всех сторон обвешивать так, чтобы она тратилась, чтобы она не успевала подниматься, вырастать. Поэтому и создан этот конфликт. Вот и все. Но теперь второй момент. Надо нанести удар в подбручье. Кто это может сделать этот удар? Конечно же Украина. Почему они разматывали Белоруссию и там проводили свои эти спецоперации? Потому что им надо закрыть полностью будем говорить ту сторону европейскую часть. Поэтому не чудили в Белоруссии и пытались свалить на сегодняшний день Лукашенко и сделать то же самое, как это в Украине. Оболванить, одурманить и так далее. Но у американцев идет долгая игра и им все равно сколько погибнет украинец. Им наплевать на человеческие души, на детей. Они еще пытаются вести второй фронт в России. Это средства массовой информации. Это свои блогеры назовем. Это свои телевизионные площадки. Это на сегодняшний момент те же самые власовцы. Они здесь есть в России. Это те же самые либералы брехливые, которых надо уже давно-давно зачистить и по тюрмам посадить. Вот надо заняться непосредственно назовем так своей бытностью и определиться кто. И уже надо на сегодняшний день формировать четко идеологию свою. Заканчивать, баловаться с этой херней, которая может создать много очень проблем. Если Россия полохнет, мало места будет всему земному шарику. Это уже не та Россия. Это современная Россия. И хаос здесь нельзя допускать. Кстати, тебе хочу сказать, сегодня Россия это единственным островом в земном масштабе является мира. На самом деле. Вот Сирия это живой пример. Армения это живой пример. Но посмотри, везде присутствуют американцы и там войны. Вот так же и раньше предупреждали украинский народ, что как только американцы придут, у вас будет кровлица, у вас будет война, у вас будут проблемы с русскими, славянским миром. Но никто в это не верил. Я об этом неоднократно, будучи народным депутатом, говорил. Поэтому в данный момент уже это назовем так скрипка должна доиграть. То есть музыка, конечно, страшная, ноты назовем так страшные, но уже все. То есть, как говорится, черта переедена. Ну, а вы сами понимаете, когда крысу загоняешь в угол, чем это заканчивается. Это я простыми словами приведу пример. Либо когда ты начинаешь медведя в берлоге палкой штрификать, чем это заканчивается. Поэтому это закончится очень плохо. Поэтому каждому украинцу на сегодняшний день надо задуматься. Да, Алексей, и, кстати, до того, как я задам вопрос, я хотел бы сказать, дорогие зрители, у вас есть возможность дозвониться в прямой эфир и задать вопрос напрямую. я уже сделал такую возможность вас услышать даже Алексей. У меня вот вопрос. Все, что сейчас мы здесь обсуждали, в каком случае, то есть я понимаю, что будет конфликт между Украиной и Донбассом. В каком случае Россия вмешается и вот Владимир Владимирович предупреждал о том, что Украина, украинские власти такими своими действиями ставит под угрозу украинскую суверенность. То есть он намекает на то, что страна может перестать существовать. В какой момент Россия все-таки может вмешаться? Потому что этот конфликт уже долгий. Давай будем говорить так. Постараюсь конкретно и четко ответить. Россия вмешается. Вернее, красная черта уже перейдена. Но как только украинские войска начнут идти в наступление, Россия тут же вмешается. Но давай будем говорить так. Подавить огонь можно и не переходить даже границу. Поэтому это своего рода будем говорить тактика. Но это тактика России сегодня средства военные позволяет все это сделать. А все остальное ДНР разберется. Просто не надо думать украинским военным и их стратегам, что они такие чересчур умные. Уже давно все все знают. Поэтому не дай бог это произойдет. просто украинские войска будут уничтожены. И это уже не будет котел, как загоняли в котел, а потом отпускали. Значит не знаем сколько погибло в одном и во втором котле. Но тем не менее очень много вышло живых. А здесь не будет котла. Здесь просто будет котел сделан так технически и правильно, что оно шандарахнет один раз и тысячи трупов. никто не будет разбираться. Вот в чем проблема. Что каждая мама, папа не думает в Украине зачем они выпускают. И я всем говорю бегите это не ваша война. Закончится очень трагично. Но после первого выстрела со стороны Украины в сторону Донбасса Украина начнет терять территории. Только если характер потери территории был не кровавый, не кровавый, договорю, не кровавый, да, вот как Крым ушел, Донбасс более-менее на сторону Украины туда не пошли, то это будет кровавый. Алексей, у меня есть тут первый дозвонившийся, останьтесь на линии, я вас выведу в эфир чуть позже. Да, Алексей, извини. Продолжи. Поэтому этот сценарий будет для них очень плачевным. И понимаю, сегодня все позволяет, многие специалисты военные говорят, и я наблюдаю, обратно эта война будет не так. в Киеве будут русские и ДНР грубо говоря или кто там будет помогать за 48 часов. И войны не будет. Ну, то есть, во-первых, ты сказал, что помочь ДНР можно и не с территории ДНР. И тут же ты говоришь, что, в принципе, ожидается наступление. Но наступление ожидается кем? Кем? ЛДНР. Зачем? Если, понимаешь, когда уничтожен враг, ты просто уже прошел и все. А будут, ты пойми правильно, большая часть населения Украины будет встречать ЛДНР и русских, вот так я назову, это славяне. Ну, поверь мне, будут цветами встречать. И на танке ложить цветы. А вот те ферсонники, которые коллаборанты, в Николаеве, которые все это заводят, и в СУшники, которые АТО прошли, поверь мне, они будут сжигать удостоверение и бросать мусорку и говорить, мы там не воевали. Но уже всем все известно посписочно, кто воевал, кто убивал мирных граждан, кто с минометов стрелял, чем они там занимались, все это давным-давно известно. Они напрасно так думают, что их не коснется. И я хочу всех обрадовать. ГАГА состоится в Киеве. Киевский народ будет военных преступников вешать. И как только справедливость восторжествует, поверь мне, они не убегут в этот раз ни в Лондон, ни в Америку. Мы их всех там найдем. Мы повторим 45-й год. Поверь мне, это уже не та ситуация. И пусть они думают, когда идут туда. Вот о чем я говорю. Да. хорошо, давай мы выведем в эфир человека. Пусть задаст вопрос. Алло. Здрасте. Добрый день. Меня зовут Игорь, я из Мутищ. Вот уже прошлый раз я разговаривал с вами. Сегодня у меня будут вопросы к вашему гостю. Вопрос первый такой. Когда мы говорим о вооруженном конфликте, ну, как одну из возможностей нагнетания обстановки, чем она разрядится, ваш гость говорил, что ничего страшного, Россия поможет ударам из-за границы, ну, условно говоря, так я так понимаю, ракеты какие-нибудь тактические пустят, такие там, цели накроют, да. А другие эксперты говорят о том, что Украина хочет сделать блиц-крик. То есть в течение суток, пока принимается решение, будет Россия вступать, по каким целям бить, выбирать, ну, то есть вообще вот эти политические вопросы, стрелять или не стрелять по Украине, украинцы ВСУ готовы, вернее так, они рассчитывают, что они уже войдут в город, в Луганск, в ДНР, и тогда практически-то уже по наступающим Россия не сможет применить свое оружие, ну, в виде тактических ракет, ну, или такого дальнобойного оружия из-за границы. И получается, вся мощь украинской армии упадет на плечи тех, кто сейчас защищает ЛНР, ДНР. как вот этим быть? Вот в такой ситуации выдержать вот этот огромный стрелять из ВСУ в первые первые сутки первой часы войны. Вот, и второй вопрос, который... Сейчас, давайте первый, останьтесь на линии, но давайте пусть Алексей ответит на первый. Давайте будем вот так говорить. я в своей первой части сказал, что есть вещи, которые я не могу называть в телеэфире. Я прекрасно понимаю, как это произойдет, и беру многие исторические факты. поэтому этого уже близкрика у них не случится. Потому как по Украине все-все знают. Как, что будет двигаться и где. Времени на сегодняшний день, если говорить времени, у России абсолютно хватает. Это связано с, будем говорить, километражом, это связано с часами и так далее. Я даже за это и не переживаю. Я думаю, наверное, решение уже принято заранее. Я на сегодняшний день слушаю официальные средства массовой информации непосредственно Российской Федерации. И понятие такое надо уметь читать через запятые. Они о многом говорят. Поэтому блицкриком закончится это для украинских ВСУшников. Вот я не хочу к этому больше вопросу возвращаться. Я вам рассказал то, что будет. Государственность будет потеряна. Херсон, Николаев, Одесса до самого Киева, с цветами будут встречать. Жалко, что много людей погибнет. Потом мы повторим наших дедов подвиг, будем схронов, вычистять эту нечисть полицайскую, коллаборанскую, которая сегодня гнобится и уничтожает наш народ и убивает непосредственно мирных граждан. И потом придет мир. Вот я вам говорю, вот я чувствую сердце. А все остальное я в эфир не люблю говорить, потому что расставлять шахматки я умею и понимаю. И когда складываешь определенные вещи исторически, для тебя становится понятно. Я не хочу открыто и честно быть носителем сдачи какой-то информации. Может я ничего не знаю, а вот мне так кажется, а оно на самом деле так и будет. И все зачем? Поэтому в данный момент я понимаю и говорю вам, проигрыш будет. Россия справится с этим. Надо думать на сегодняшний день, как успокоить народ. Надо на сегодняшний день думать, как Донбасс защитить. Вот и все. Это моя точка зрения. Я бы сказал, я войны не хочу, но она будет такова. сегодня я, кстати, хотел бы отметить, сегодня 10 апреля 44-м году была освобождена Одесса. Одессу-маму. Поэтому дорогую Одессу-маму поздравляю с освобождением от, как говорится, коричневой чумы. Ну, я думаю, что это будет русский город. Они договорятся. Вы можете задать второй вопрос. Я хотел уточнить немножко по первому вопросу, когда выслушал, и потом уже второй. То есть, по первому вопросу, подготовка бойцов МНР-МНР в условиях города не проводилась. Я к тому, что даже мысли нет, что враг войдет в Луганск и Донецк. Это первый такой подвопросик. А второе продолжение этого. Все ли участники ВСУ, вернее, все, кто служил ВСУ, вернее, все ли, кто служил ВСУ, будет наказан, пройдет, я не знаю, суд пройдет над всеми, которые служили. Я подразумеваю, это не только на Донбассе участвовали в боях против уполченцев МНР-МНР, но и которые где-то в других местах Украины служили. То есть будет ли в случае, если, скажем так, кто-то не успеет убежать, не знаю, за границу, после победы ВНР, в чем я, не сомневаюсь, да, будет над всеми или только тех, кто замаран кровью? Я имею в виду что больше нельзя будет участвовать, быть на должностях военных, вообще в армии находиться, ну, в таком плане, да, разного вида наказаний. Значит, первое, я считаю, что все те, кто замаран в крови, отдавал приказы, нажимал на курок, издевался над народом, насиловал, грабил, мародерничал, все эти люди должны быть наказаны. если говорить о третьей, о четвертой линии, ну, допустим, да, ну, если эти люди не стреляли, зачем? Да, у них есть приказ, конечно же, они не будут наказаны, но давайте будем говорить так, на первый вопрос сразу отвечу, не дойдут они до города, поэтому военных столкновений в городе, Донецке и Луганске не будут, максимально может туда попадать, это если авиация выйдет, вертолеты, авиация пойдет на Донбасс и на Луганск, но я вам сразу говорю, они все будут сбиты, да, естественно, какие-то осколки могут попасть, но они все будут уничтожены, поверьте мне, это у меня такое предчувствие, доброе и хорошее и победа будет за Донецком и за Луганском, я просто знаю, потому что на их стороне правда, они не пришли во Львов, они не пришли в Херсон, дончане и луганчане, они борются за свою землю, за свой дом, за папу, за маму, за сына родного и за дочку, и у них детей похоронили они, у них аллея маленьких ангелов, их детей убили, поэтому в данный момент вот они будут нести ответственность за это, и они добавятся, они могут к себе принести войну, вот это самое страшное, потому что они не думают головой, и их ведут коллаборанты к убийству, а к убийству не только людей, но и государственности, убивают государство, вот и все. Алексей, некоторые люди, я даже имею ввиду россияне, когда высказываются по поводу этого конфликта, они говорят о том, что, ну вот знаешь, как тебе объяснить, ну, украинцам, конечно, это будет услышать довольно-таки наверное неприятно, люди обсуждают то, что в случае, если как бы все разрешится в пользу Донецка и какие-то территории еще потеряет Украина, то России придется это все восстанавливать, Донецк как бы надо восстанавливать, и вообще на территории Украины наделали уже столько дел. Смотрите, давайте будем, вы как-то мягко обходите эту сторону, я отвечу попроще. Значит, первое, изначально еще с 2014 года, когда пошел конфликт, России невыгодно было рвать Украину. Невыгодно. иначе Россия так долго не терпела. Как бы кто-то не относился к Путину, но здравомыслящий и умный на сегодняшний день он. Напомню, с 90-х годов, когда мы жили в ужасе, серьезности и в проблемах этих ужасов, он вытащил эту страну. неужели он не понимает, что это американский сценарий, что на сегодняшний день, если они разбомбят и запылают Украину, будет восстанавливать славянский мир. А вы хотите сказать, там Россия не присутствует? Они восстанавливают ли на сегодняшний день Россия Донбасс? Гумконвои свои везут и лес, и трубы, и гвозди, и радиаторы, и подстанции, и многое другое? А не восстанавливают ли на сегодняшний день инфраструктуру в Крыму, когда забрало, когда референдум прошел в Крыму, и Крым вошел в состав России? А кто очистные строит? А кто сегодня водные сооружения строит, для того, чтобы в Крыму была вода? А кто сегодня мосты строит? Дороги строит? А кто построил сегодня Крымский мост? Россия? Вот такая самая ситуация будет. Просто найдутся люди в Украине, когда Россия зайдет, я вам говорю, сто процентов, будут и украинцы строить, нормальные это Украина. И те украинцы, которые с нормальной головой, они будут говорить о братстве, а те, которые подонки, они должны сидеть в тюрьме. Потом, я на сегодняшний день, на будущее, если посмотреть, я думаю, те же самые будут и границы восстановлены. Но может кусок западной Украины оторвется. А так до самого Львова это будет славянский мир. И новая Украина будет. И поверьте мне, России, Украина, как такова, с ее жителями не нужна. Давайте правду говорить. Потому что там украинцы живут. Они выкинут этих дебилоидов, как я называю, фашистов. И те, которые внутри поднимутся украинцы. И будут там жить и работать украинцы. Поверьте мне. Но без этих дебилов, как я называю, и уже другое будет государство. Алексей, до Львова ты считаешь, нужна вот эту ненормальную часть забирать назад? Или пусть идут по себе с Богом в Польшу и пусть поляки разбираются? Смотрите, поверьте мне, я много общаюсь с львовскими людьми и до сих пор. Но нельзя так. Там много нормальных людей. Вы напрасно так думайте. Понимаете? Ну захотят уйти, ну пусть уходят. Но то, что там тоже будут с цветами встречать, потому что вот это мракопесие, которое происходит даже во Львове, там многие это не воспринимают, они просто запуланы. Вы посмотрите, что происходит с ковидом, вы посмотрите, что делается с экономикой. Слушайте, 30 тысяч умерших от ковида. 34. 15 тысяч убитых на войне. Ну вы же давайте себе отчет, неужели люди там тупые в Херсоне, в Николаеве, во Львове. Ну не все, нельзя так говорить. Смерть, вы смотрите, почти 667 тысяч за год потеряно людей, умерших. Ну города мертвых восстают, а города живых умирают. И это страшно. Надо же давать себе отчет. Неужели там все такие оболванки? Вот там пишут, 48% готовы идти на войну. Я привожу пример. Но это не так. Я не верю этой социологии. Я не верю социологии Зеленского, что он прибавил 7%. Я не верю этому. Я общаюсь с людьми. Я живу этой Украиной. Я живу Херсоном, Николаевом, Одессой, Киевом живу. Я знаю, что там внутри происходит. Люди не могут соков просто-напросто вылить. Вспомните, приведу пример, Великую Отечественную войну, когда Гитлер зашел. Сперва в Гольвове встречали радостно, с цветами совсем, а когда начали чудить, Упа, Бендеровцы, Шухевичи всякие, подонки, как они их возненавидели. Вот и сегодня к этому краю приходят. А сколько на сегодняшний день, ну, не на сегодняшний день, а в Великую Отечественную войну, когда были под прессингом, под фашистом были люди, как им выживать надо было? Конечно же, они молчали, потому что они понимали, что их убьют. А потом, через какое время появились партизаны, когда народ на себе почувствовал, что надо что-то делать. Ну, нельзя же так говорить, что все безволны, понимаете? Ну, это гибридная война. Все, загнали людей. Ну, это ж надо признать, честно и откровенно, кто в этом виноват, кто развалил Советский Союз. Надо признать, кто прекратил Украиной заниматься. Надо сегодня дать оценку тем людям. Это Ельцину надо дать оценку, Горбачеву надо дать оценку. Так, что-то, ага, вернулся. Надо Ельцину дать оценку, Горбачеву надо дать оценку. Они привели, Кравчуку надо, это все люди должны быть, им оценка должна быть дана. Это вот эти негодяи. довели наши правки. Я хочу сказать, есть дозвонившийся, каждый раз, когда я отвечаю, я принимаю звонок, вы, пожалуйста, ждите до тех пор, пока я выведу вас в эфир. Хорошо, Алексей, давайте мы услышим еще вопрос, потом у меня есть еще буквально несколько. У нас уже 46 минут. Алло. вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я подписчица и Богдан ваша, и Алексея. Мне вот у Алексея очень интересно, конечно, поинтересоваться, а что вы думаете, вот когда вот закончится война, все, мы победили, все, дальше, что? Вы в Россию как-то хотите или что? Вот я, например, лично, я, конечно, не хочу, чтобы мы восстанавливали опять в 45-м, восстанавливали опять Украину. Давайте не думать только о себе, давайте думать о нашем наследии, о нашем будущем. А смогут ли они в одиночку противостоять тому злому миру, который на сегодняшний день формируется вне нашем поле зрения? Это американцы. Вы понимаете, что мы, если будем разрозненно жить, мы не выживем, нам не дадут. Мы станем рабами, как это сегодня Украину превращает, в рабство. И те, которые клубнику собирают, и попочки моют старикам. Вы должны в первую очередь задуматься о детях. Прежде чем такой вопрос задавать, надо понять, а кто же виноват, почему дети начинают предавать своих дедов. Наверное, это от каждого из нас зависит. Вот я приведу пример. Для меня вот это звезда до моего гроба. Это моя победа. Это моя идентичность. Это моя совесть. За каждым значком смерть погибшей и отдал жизнь за то, что было у нас великая держава, которая могла противостоять, ну, можно сказать, вот этим аборигенам американским. Вот этому злу ведь кто нам на сегодняшний день навязал проституцию, гомосексуализм, голубых этих, всяких подонков наркоманов, кто за этим стоит? Это вот это демократия. А кто нам сегодня навязывает историю чужую? Они. Я не хочу менять на непонятную историю, чтобы завтра мы начали зиговать и вспоминать Гитлера. А я не хочу. У меня есть советский солдат, который нам дал мир. Как бы ни относились к Сталину, но он все-таки нас объединил. Что бы там ни было, он приумножил земли, как бы ни не относились к Жукову. Он великий полководец. За ним народ ишел. Ноги свои отдавал, руки отдавал, без глаз оставался и зато людьми оставались. А наше молодое поколение на сегодняшний день предает. Значит мы в этом виноваты. Поэтому нет. Когда приходит беда, трагедия, мы должны объединяться это наша беда. Украинца, русского, белоруса, грузина, армянина, кого бы не хотели, это наша беда, к нам пришел враг, он уничтожает. У нас вера одна, мы под одним крестом ходим. Вот это моя позиция. Если мы на сегодняшний день так будем думать, то я приведу и отвлекусь немножко по-другому. Вот говорите, мы не хотим вкладывать, вот мы ставим забор. Ребята, в один прекрасный день в Украине, на Украине, может рвануть атомная электростанция. А знаете от чего? От коррупции. Потому что деньги не вкладывают. потому что оборудование засовывают чужеземное. Как вы думаете, когда Чернобыль рванул, весь Советский Союз спасал? Если Советский Союз не спасал, было бы горе еще больше. А вот не дай бог рванет там станция. Смерть не спрашивает, кого она косит. Будете или вы не будете. Мы вынуждены будем объединиться для того, чтобы погасить этот страшный пожар. Только там придурки правят, дебилы правят, типа Зеленского, Порошенко, негодяя, отребия самые настоящие. Чернобыльский лес горел. МИД России предлагал, давайте мы дадим и вертолеты, и самолеты гасить, потому что радионуклиды везде разлетаются. не должен сегодня Чернобыльский лес гореть. А эти губуины гребаные ругают этот лес и продают древесину. Вы что думаете? Мебель, которую они изготовят, вы же не знаете, кому она попадется? Вот это как пример. Поэтому нельзя такими словами разбрасываться. Ибо приведу пример. Одна улица и вторая улица. И живет там человек, а его все знают. Но почему-то две улицы по разную сторону, но приходят похоронить человека. Все улицы, все люди приходят хоронить, которые знают его. А там может быть и грузин, а там может быть еще кто-то. Нельзя нам опускаться до такого страха. Вы посмотрите, еще один пример, коронавирус. Украина сегодня в беде. Русские заявили, мы вам дадим производить, лечить своих людей, несмотря на войну. А что Европа сказала? Та идите вы все в одно место. У нас нет вакцины. 30 тысяч. А неужели мы не понимаем, что... Это Европа сказала Украине. Правильно, правильно. Да. А неужели среди 30 тысяч у кого-то нет родственников с Россией, с Белоруссией, с Арменией, с Грузией. И это страшно, когда мы превращаемся в черствых людей, хуже зверей. А слезинка хотя бы должна за этого человека, который погиб от рук вурдалака, пролиться. Это ж ваш родственник может быть. Вот за что я говорю. За совесть говорю нашу, славянскую и крест там нести вместе. Поэтому я против этих призывов. Я тоже знаю многих политиков, либералов, когда подначат. Да ладно, мы построим Яценюка забор полностью, как говорится, отреставрирован. И живите как хотите. Да нет, ребят, пройдет еще пять лет, и там Украине будет такая агрессивная масса, что некоторые родственники в ужасе будут, как и со стороны России, так и со стороны Белоруссии. Вы что, не понимаете, что там враждебное общество, врачи, там пропагандируют нацизм, фашизм, полная, будем говорить, идет деградация общества. Чему там деточек маленьких учат, какие учебники страшные выходят. Я украинский язык очень люблю. Очень люблю. Но я его люблю, тот, который был до 2014 года. А сейчас я просто ненавижу, когда на украинском языке призывают снайперши убивать нашего брата. Надо разделять. как я разделяю на сегодняшний день. Украинский язык это украинский язык. Украинский флаг это украинский флаг. А вот война не наша. Под ним идут почему-то мы различаем эсэсовский флаг. И вот гордый флаг. Красный флаг. Победа. Великой отец войны. Мы же различаем. Мы же различаем, когда они там вот эти маки себе понадевали. Обдолбанные гады. И кричат. Для чего же они кричат меняют историю. Но это Сталин спровоцировал войну. Это ж в Украине говорят. Идиоты. Вот и все. Но это ж вбивает маленьким деточкам. А он такой же самый русскоговорящий человек. Или украинский. Но его отличить нельзя. Чем и страшно. Гражданская война. И мы не знаем какой враг сюда перейдет границу и начнет чудить. Вон посмотрите. То там ФСБ поймает преступников, которые хотели теракт сделать. То там, то там. И все нацики, то сыгнило, то еще. Вы хотите сказать, что эта беда к вам не придет? Придет. Вообще-то принцип самосохранения это когда человек думает, как предотвратить беду. А беду можно только предотвратить. Когда думаешь наперед, извлекаешь все негативное, делаешь положительное и положительно, как, знаете, как таблеточку уводишь, как инъекции уводишь и начинаешь выращивать положительно. Вот тогда и будущее будет. Вот как бы я это все назвал. Поэтому придется и отстраивать Украину, придется нам все вместе и отстраивать, будем говорить, нашу идентичность по-новой. Поэтому мы должны думать в первую очередь о жизни нашей духовности. Люди мы или звери? Но кулаки должны быть добрые и они должны почувствовать ответку за вот эти преступления, которые творят перед своим же народом. Творят самый настоящий геноцид. Алексей, я еще хочу зачитать несколько вопросов. Один из них задала Людмила Зубкова, спрашивает ЛНР, ДНР сами чего хотят? Хотят ли в Россию? Ну понимаешь, этот вопрос когда мне ставят, я удивляюсь. знаете чего ЛНР и ДНР хотят? Вот я общаюсь с людьми. Первое это мир. Второе хватит издеваться над ними. Понятно, что это большая геополитика. И что прекратили гибнуть люди. Это самое первое. А то, что действительно они сегодня хотят жить в России, так это Украина все сделала. Чтоб они ушли непосредственно с Украины. я хочу сказать надо думать дальше. Как искать примирение, что способствует тому, чтобы после окончания этой страшной многолетней войны найти консенсус сосуществования и примирения. И они хотят на самом деле, чтобы мы вычленили того врага, который на самом деле сделал между нами разделение, боль, трагедию. И назовем так вот эту всю нечеловечность пронес. Вот они наверное этого хотят. То, что сегодня они не будут жить с Украиной, пока мы не зачистим эту свору. И в Донецке, и в Луганске все прекрасно понимают, что Украине большая часть нормальных людей. Понимают. Люди между собой найдут общий язык. А вот вот эту ненависть, неприязнь, от нее надо очиститься. То есть надо поработать так, чтобы убрать этого Бандеру, убрать этого Шухевича, убрать эти остатки, которые восстали с пепла Великой Отечественной войны, зачистить так, чтобы народ не вспоминал об этом. А это оно пришло в 21 век. то есть как я называл такие бандерлоги с генами пришли к нам. Вот тогда наступит мир. А если правильный найти подход и правильно с людьми говорить с болью, с трагедией, можно восстановить все наши чувства и объединиться как никогда. Можно это сделать, но если мы этого хотим. Ну, понимаешь, большая часть у танчан, у луганчан Бог в душе есть. Вот я общаюсь с ними. Страшно, они терпят. Понимают все, они терпят. Мне больно. Я не хочу, чтобы на сегодняшний день они еще года два-три мучились. Я хочу, чтобы Россия приняла уже окончательное решение и признала ДНР и ЛНР. Потому что это человеческие судьбы. Да, я украинец. Я с украинским пастором. Я его не менял. И мне больно до глубины души, что такие люди ушли от Украины. Мне больно, что от Херсона или в Херсонской области, можно сказать, назовем так, есть граница. А ведь мы все братья. Моя личная мечта, пока не все еще живой, дожить, когда мы вместе сможем космос летать, когда мы вместе сможем строить пароходы, когда мы вместе сможем самолеты строить, строить на сегодняшний день мосты. Вот как я мечтал, чтобы через Атамань, вот как сейчас мост, и Херсонский поезд проходит, а грузовой везет туда, на Атамань, туда, в Россию, напрямую везет арбуз, помидорчик, все то, что выращивает Херсон. Вот я об этом мечтаю. Я мечтаю, чтобы люди спокойно, без границ ездили к нам в Херсон, чтобы мы строили рабочие места, делали, чтобы мы строили заводы. Вот это я об этом мечтаю. А мы сегодня говорим о войне. Но вопрос один, кто ее нам принес? Я вам всем отвечаю. Сателлиты Америки, Абкон Америки, и сраная Европа. Я ненавижу Меркель, ни Оландо ненавижу, ни этого польского руководителя Сикорский, который подписывал. Это те же самые соучастники. Они есть убийцы. Только они сами не стреляли. Они сегодня глумятся над донбасским народом. Это и Меркель, и сегодняшний президент Макрон, и поляк. Они глумятся только чужими руками. Вот как я это понимаю. Я помог в Ютубе еще страшнее наговорить то, что я думаю. Я недавно выступил и сказал, что евреи тоже в теме, потому что они молчаливо поддерживают сегодня этих полицаях. Вместо того, чтобы прекратить все финансовые работы с ним, прекратить инвестировать, прекратить давать вакцину, потому что они там стадион строят, там строят что-то. И все под именем Шухевича либо Бандера. А у меня к евреям есть там люди нормальные. Вопрос, а кто что-то до вас убивал? Они Уан Упа, они Шухевичи Бандера, они фрицы. А почему на сегодняшний день они молчат? Значит, им интересно бабусиками тягаться между Америкой, потому что это их не сателлит или Америки сателлит. Вы что делаете? Вы рождаете своим молчанием второй холокост и это все в беде доведет. Они в ум они ломают их памятник. А антисемитизм кто проявляет? А не президент Зеленский предал своего деда Советского Союза, который под командованием Жукова воевал? А давайте вспомним честно, кто такой Зеленский? Предатель, вор, обманщик. А он не еврей случайный? Почему вы по куполу не надаете? Или скажете хватит? Закрывай баловаться со своими этими УПА, Сухевичами, Азовами, всякими бандерами. Нет, почему-то молчат. Нотку они направили. А вот знаешь, тогда зачем на сегодняшний день они чествуют у себя в стране героев Великой Отечественной войны? А не русский ли солдат или русская мать в тылу прятала евреев от немцев? Почему мы об этом не помним? О святых вещах? Я не антисемитист. Я уважаю Израиль. Я уважаю людей. Но не до такой степени, когда бабло превыше всего. Значит, когда с тех будем говорить страшных будем говорить так там, где проводили опыты с тех колоний страшных русский солдат выводил евреев значит вот такая благодарность там и должны россияне евреи молдаване белорусы армяне мы должны сейчас восставать и освобождать украину это последний форпост наш если украину до конца мы потеряем мы еще не потеряли хотя уже добивают в гроб это довольно то это все страшное отребие появится здесь и в Израиле вспомнит а вот давай возьмем на минуту они живут ли в Израиле на сегодняшний день люди с рожданством израильским живут а где вакцина а кто сегодня запретил вакцину которые признают российскую вакцину на сегодняшний день Европа признает спутник ВИ вы что делаете так это геноцид вот о чем говорится о святых вещах я не имею ничего против Израиля но меня в душе бесит в моей жизни дедушка рассказывал как 12 человек израильтян спасли из них трое пацанов с израильским будем говорить пацаны воевали за советский союз а те маленькие были так неужели мы хотим повторить мы кого порождаем на сегодняшний день вот о чем я говорю я о больших человеческих позициях говорю я говорю о народе победители мы сегодня на колени упали да сегодня немедленно надо начинать партизанскую войну отстреливать пусть меня бог простит вот этих всяких дебилов которые призывают сегодня убивать собственный народ Белецкие Тимошенки кого бы там не было я бы их отстреливал нахер позорников ляшку этот с простреленной задницей который творит и нагнетает обстановку это ж мрази недоедки Зеленского тем более Израиль должен я говорю Израиль сегодня признать как невъездным потому что он говорит слова слава Украине героям слава это слова кого коллаборантов убийц фашистов полицаем вот только за это вот моя позиция я понимаю там начнут мне сейчас писать негодяи гад и все остальное мне пофиг я до конца я за свою идентичность народа победителя Советского Союза мы единый народ это моя позиция пусть по-разному мы будем называться в современном мире 21 будем называться но мы должны вместе жить вот наше счастье заключается и мир вместе жить спасибо есть вопрос на мой взгляд очень интересный задал Игорь Курганов вопрос такой что будет делать ЛДНР с наемниками попавшими в окружение и плен советниками инструкторами из других стран как в Сирии просто отпускать нет все они пойдут под суд они убивать их не будут мы не фашисты там правильная позиция чем они отличаются это эти твари Азол Донбасс 1 еще там много можно вспоминать которые надевают кастрюлю на голову и ломают черепа издеваются над людьми я сам лично видел человек арестовывается проводится суд становится военным преступником и народ только может принять решение либо суд на пожизненное но мы не должны превращаться в этих фашиков долбанных обратно вернусь великая война нам не пример Гавский суд нам не пример мы не должны превращаться в хуже зверей мы должны людьми поэтому они будут арестованы а кто на поле боя поедет с фашиков туда им дорога пусть меня бог прости пусть меня бог прости алексей ты все таки и все таки был партии регионов на твой взгляд как вообще так случилось что на украине в четырнадцатом году к власти пришли вот откровенные негодяи фашисты как вообще так случилось янукович не удержал не удержал власть сегодня сегодня я остался без ничего и я горжусь я совесть не продал я бога как говорится не продал за эти бабки и не продал своих людей поэтому я уже семь лет и общаюсь с людьми и понимаю что там происходит вот это для меня превыше всего для меня янукович исчез я не привык рассказывать какие разговоры у меня были что было я не баба базар поэтому пусть это останется на его совести он приводил в команду предателей воров они же его и предали так что его вина есть я не хочу гневить бога я не хочу там что-то клепать на него он предатель рыба гниет с головы очистит ее с хвоста и пусть его осуждает суд либо бог в моем понимании его для меня больше нет но если так свершится что эту всю банду а я верю задержу и народ будет народный суд то янукович должен рядом стоять с Порошенко и все его кто предал в парламенте ради бабла они должны все сидеть на скамье подсудимых они за бабло предали свой народ семь лет он даже слова не говорит поэтому как бы это и моя вина частично есть моя вина есть и я у многих херсонцев Украины прошу прощения даже того за что я и не делал попрошу прощения я пытался я помню моменты когда я говорил Херсонской области пока не сия народный депутат никакие радикалы не пройдут ни процента не получат так оно и случилось царство небесное вспомнил Владимир Анатольевич Адемехин с которым я работал и так оно было потому что мы понимали будем заигрывать с этой бандой фашистам придет война я до последнего верил Янукович что он примет правильное решение но увы у него все трусы и подлецы оказались подставили Беркут убежали как мыши а ребят которые на Майдане погибли я знаю я в кабинете министров вместе с ними был мне жалко этих ребят Беркутян и если бы не вот это зализывание сраки под названием Европа у нас бы не было этого Майдана как мы видели недавно который Майдан хотели сотворить в Белоруссии но там слава Богу включилась Россия слава Богу у народа включились мозги и не разрушились твою любимую Белоруссию вот слава Богу что не повторили этот страшный ад Украины ведь в Украине сегодня ад самый настоящий поэтому данный момент для меня да он войдет Янукович в историю был такой президент но внизу будет написано предатель то что он не пролил кровь это да а вот последствия предательства частично на его руках это та же самая кровь мы давайте вспомним Драгомиловский суд в Москве который прошел он принял решение Украине произошел государственный переворот и рано или поздно этот суд и эти материалы обратно поднимутся и они будут частью уголовного дела против Янукович против других отморозков которые голосовали когда Турчинов пришел исполняющим обязанности это еще ляжет не только в историю но и в дело дело вот это будет я в это верю потому что для этого отстаивать свои славянские интересы как я всегда говорю беды нас разъединили а горе нас соединит вот беда пришла а за ним и горе идет вот горе мы только сможем объединиться но не хочу чтобы мы и эту красную черту перешли и между собой извините за выражение поссорились хотя бы на последнюю потому что только в братстве в мудрости в силе в нашей могучей духа нашего мы можем сохранить то что нам предки подарили а пока месть за это время мы разбазариваем нельзя нам делать вот эта месть идет оттуда свыше за то что мы небрежно относились к тому что не мы сделали за то что на крови зарабатываем бабло за то что мы разбазариваем свое хозяйство которое не нами дан вот когда мы начнем ценить то что не нами дано поверь мне наши страны зацветут и горе мы вместе пройдем вот мой ответ ну то есть если я правильно тебя понял на твой взгляд Янукович просто наивно верил тем гарантам которые тогда приехали из Германии Франции или же или же просто запад из-за активов Януковича у них там он его просто схватил запад Янукович такой глупый жадность его привела к последствиям понимаешь Европа жирные кошельки любит но она же до конца не рассказывает как она будет раздевать вот она его раздела он верил в их порядочность да не существует у англосаксонов у американцев и у европейских лидеров порядочности понимаешь нельзя садиться с дьяволом играть карты нельзя вот тебе и все а он решил поиграть а ну туда поведем страну а потом назад резкий тормоз вот оно к чему привело страна будем говорить это не один Янукович и не один его сын или его семья страна это человеческие души это люди страна это жизнь которая пульсирует и куда то идет это как корабль разгоняешь а потом когда резкий стоп а он все равно по инерции идет или как поезд вот он и привел его в стенку в европейскую вот и все и оно ему это все воздаст это повезло что Россия все сделала чтоб на постсоветском пространстве не случилось самое страшное еще казнь президента да его хотели казнить но это обратно это благодаря мудрости и российского народа и президента владимир владимировича путин это спасибо большое путину что он пригрел этих всех предателей здесь есть не предатели люди здесь народные депутаты есть которые не предатели они просто могли лишиться жизни тот же самый азар он не предатель но у него есть руководитель но Россия приютила потому что она понимает какие могут быть исторические последствия и президент путин понимает не надо столько думать о сегодняшнем дне ты же пойми правильно и я так думаю я не коварный не злобный но нельзя допускать ошибки за ошибками что потом можно сказать утопить в крови свою страну любая ошибка это впереди неправильно принятое решение вот о чем президент России думает вы что думаете здесь не хватает предателей да я на каждом ТВ их вижу и сразу у меня картинка вот так пробегает ну копия Украина ну что ему не заткнуть рот и не выиграть или допустим как эхо которые прямо сказали да это не 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 донецкий мальчик его никто не убивал фейк этот распустили типа этого да это телевидение сразу должно быть закрыто немедленно а еще кто-то здесь финансирует его я не могу понять как до сих пор Сбербанка нету в Крыму я не могу понять это хотя это государственный банк и мне насрать на те будем говорить мне как обычному человеку на те санкции все равно они будут вводить всегда эти санкции но есть определенно надо правильно все взвести грамотно потому что за этим банком есть другие человеческие жизни и так резко рубать нельзя это вам не колбаса это вам не мясо и не дрова поэтому с одной стороны и обидно это как пример а с другой стороны раз включаются мозги что-то тут не так потому что можно все время вспылить и можно сделать ядерную войну кнопку нажать могут да вот сегодня Зеленский показывает всю свою дуэс настолько он тупой что он каждый раз нажимает кнопку самоликвидации у него нету инстинкта самосохранения ну не все такие как Зеленский вот тебе живой пример поэтому в данный момент да вот так да вот так оно получается к тому что ты сейчас сказал вот есть новость это мы выставляли в телеграм канале у меня Украина стягивает на границу ДНР точку У это очень страшное оружие то есть ощущение что прямо ну голова вообще не работает ну понимаешь но он нажимает кнопку самоликвидации он не будет уже ну как задний хода заднего хода и куда-то уйти в кусты он уже не будет поэтому пусть свозит слушай эти точки они быстро уничтожатся они не долетят вот поверь мне а если он приведет этот механизм и нажмет кнопку выпустит точку У ну я думаю тогда ему вообще швак будет вот так я назову ну пойми это все возвращается я так это назвал я не хочу рубан ну я понимаю что к чему идет ну он человек предавший своего деда он предал своего отца он предал своего мать он предал целый народ на что он может способен ну пакостить гадить кнопки нажимать и убивать свой народ да он к власти пришел только благодаря тому что народ в него верил что он это все прекратит ты понимаешь он он свой шанс извини пожалуйста что перебил он его уже упустил обратно дороги нет он закрыл двери вот и все как и Порошенко что ему стоило выполнять минские соглашения что ему стоило тихонько договориться чтобы люди с двух сторон Россия и Беларусь помогла побороть этих козлов нациков уровень доверия 73% давайте вспомним ведь первые три месяца ни нацики не выходили все молчали тишина была вот это факт но он же не использовал этот шанс Алексей я не могу задать не задать вопрос со времен распада СССР когда Украина стала независимой при всех президента почему эти нацики но их как будто взращивали это это не это не 14 года какой-то новодел это было все время сейчас секунду почему украинское руководство все президенты и до Януковича и Янукович в том числе почему так сильно заигрывали с Западом сюда же вдогонку я делал репортаж и я высказывал свое мнение что к примеру заигрывание с Западом со стороны Лукашенко тоже опасно я приведу пример по Украине понимаешь страна под названием Украина в лице великих президентов почувствовала что такое Канары что такое доллар какую силу имеет что можно все дозволенность такие дивиденды получают да ну плевать на эту страну вот так она получается но когда ты начал получать сперва якобы бесплатные сладкие пирожки надо взамен что-то давать ага один раз хавал пирожок второй раз потом денежки пошли в Европу за крючок один один сходил а теперь допустим там кто бы там ни был Ющенко Курчма Януков слушай ну ты мы с тебе вот смотри какие бабуси а ты как-то на вот эту программку потащи на вот эту потащи заигрались а я всем всегда говорю четко и популярно дорогие мои друзья соотечественники олигархи олигархи богатые люди всего нашего постсоветского пространства бесплатный сыр бывает только в мышеловке когда-то это все у вас отберут и вот как пример это первый коломой а а а многие уже олигарх у наших украинцев подцепили настолько на крючок как только он не поддержит ситуацию против россии русофобское направление так раз него и штаны снимут с его долларами потом он будет преступником потом он будет живой пример коломой такое самое будет и в россии поэтому пока не сегодня путин открыл колидор сумасшедший в развитии российской федерации забирайте все свое бабло и тащите сюда иначе там у него у вас отнимут но приведем живой пример яценюк сегодня ходит там рассказывает он великий ну в америке построил коттеджи купил квартиры вложил слушай яценюк если не будет выполнять эту команду он останется голый босс ну теперь приведем пример коломойский кто тербатальоны создал кто карательные батальоны создал кто за русского 10 тысяч предлагал давай ну и чем все закончилось санкции весь и теперь не туда и не туда а Зеленский братела как говорится что-то пытается петлять да не отпетляет так и ждет и Ахметова закончен так и ждет и Левочкин так и ждет и Фирташ и все остальные этим закончат цель-то не олигархи цель целая страна Россия разорванная нужна нужно нужно сегодня ресурсы богатства России нефть золото бриллианты ископаемые лес вода так же самая Россия Украина земля лес вы посмотрите что Скорпад сделали боженька это же наши легкие а вы идиоты продолжаете их вырезать вот что им надо деньги это такое сгорело а в гроб ну ты с собой не заберешь ну в гробу нету двух этажей чтоб хотя бы положили тебя в гробу здесь руки высунули и там вверху наложили деление золото а ты там под землей рылся нету вот и все это все тленое и понятия нету такого сегодня а что твои дети будут делать как же ты будешь жить вот это страшное они попутали попутали боже с правильным и грешным вот и все и вот теперь вот это все предательство которое накапливалось мы же помним будем говорить Латвия Литва как начали глумиться над памятниками Советского Союза чем это все заканчивается ребят я всем говорю как только ты начинаешь скакать по истории глумиться над памятниками глумиться над мертвыми да еще и воевать это все придет назад вот сегодня Украина становится проклятой они сами прокляли вот эта кучка своими действиями прокляла это ее куча заслуга это и Кравчука этого недобитка коммунистического это заслуга Януковича и Ющенко и Зеленского и Порошенко это все они вот эту нечисть зла натащили в Украину поэтому нельзя просто так воспринимать нельзя глумиться над павшими я лично так понимаю ребят военные преступники не военные преступники герои Советского Союза кто бы он там не был он ушел в мир иной записали в историю как говорится белые и черные вот это для меня белые это жизнь они строили а вот то но был такой это для того чтобы дети помнили как воины упав убивали детишек отрубали головы вилами прокалывали привязывали к деревьям кидали колодцы это для того чтобы наши дети помнили что советское образование направляло туда учителей направляло туда медиков Советский Союз трактористов инженеров а эти твари заходили в хаты убивали потому что видите ли это с Москвы направили они лечили детей они учили образованию западной Украине они похрали взращивали зерно и их убивали вот для чего нужна эта память а тут Кучма наверное забыл а Леонид Данилович забыл кем он был знаете есть такая правильно четкая позиция вот я сказал проглубление что приносит а есть еще более правильно люди которые забывают свое прошлое плюют на историю уничтожают книжки они теряют будущее а когда ты теряешь будущее ты понимаешь что ты идешь к войне вот оно и есть вот оно и есть кто говорит чаще всего о мире значит готовьтесь о войне думать и будет война мы забыли войну великую отечественную мы забыли наших предков вот оно к этому все привело а это и называется переформатирование когда стержень гниет в древе вашем а мозги думает об этом вонючем бабле да без них прожить нельзя вот мы потеряли Украину нынку вот мы потеряем и Белоруссию вот мы теряем здесь народы вот вот это моя позиция вот в чем их вина все зависит от совести и от мудрости да ладно пусть даже так но Кучма хоть как-то вилял и мозгами понимал к чему все это придет ну сейчас старенький и все остальное надо бузить непонятно что но вы посмотрите на этого Кравчука ну это на голову не натянешь оказывается он бандеровец чистый и это сколько лет он ждал чтобы сказать я готов убивать русского врага вот что самое страшное ты знаешь вот я это все слушаю я я как-то в одном из своих видео буквально не знаю несколько лет назад я рассуждал я задавал сам себе вопрос неужели люди которые приходят к власти да я понимаю вот как ты говорил они там деньги 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 конечно это страшная сила но неужели люди которые приходят к власти они не они во-первых должны понимать что они имеют шанс оставить о себе след в истории какой след ты оставишь ну как ты сказал бабло с собой ты не заберешь если в учебниках истории а тебе будут читать как о какой-то твари неужели оно того стоило сколько надо денег чтобы на эти вещи наплевать нет этого не стоит я сам инвалид первой группы на коляске езжу я могу одно сказать это мое любимое выражение слушайте ребят меня можно было не узнать если бы я на руках руки ноги были и ходил можно было не узнать но когда я езжу на коляске оставляю следы ребят найти очень легко значит я должен следы такие оставить чтобы меня помнили но не искали вот и все это я просто то что у меня с детского дома вот и все следы должны быть память хорошие человеческие добрые и чтоб вслед тебе не кричали что ты такой-то такой-то сякой и не проклинали я хочу спать спокойно два на два спокойно положили хочу там заснуть подняться как говорится и чтоб душа моя была спокойна чтоб никто не плевал вот это предстать пред Богом и смотреть в его глаза прямо да вот это я хочу мы все грешны бываем этого я хочу мы мы не должны настолько грешить чтобы убивать целый народ не должны это мое спасибо огромное тебе за это интервью это было очень эмоционально большое спасибо я хотел бы напомнить что у нас был Алексей Журавка у Алексея сейчас вы видите на экране есть телеграм-канал подписывайтесь на этот телеграм-канал это очень достойный человек и я надеюсь это будет не наше единственное с тобой интервью с тобой можно говорить очень много есть еще много вопросов еще раз благодарен за твое время и чем-то дорогие друзья обсуждайте данную тему я изо всех сил стараюсь как я уже много раз говорил я изо всех сил стараюсь своим каналам принести пользу поэтому распространяйте данную информацию обсуждайте делитесь со своими друзьями помогайте росту канала я во время эфира я не мог поблагодарить тех людей которые отправили какие-то донаты я не любитель просить какие-то материальные помощь для канала но к сожалению к сожалению без этого тоже никак поэтому те кто присылает какую-то помощь я вас очень за это благодарю ну в общем Алексей если есть еще возможность или вернее желание как-то попрощаться со зрителями ну я хочу сказать вашему маленькому коллективу огромное спасибо человеческое что предоставили высказать как говорится мое слово и что я думаю ну а хочу пожелать Донбассу мир а Украине успокоение и прекратить воевать собственным народом я этого хочу я хочу чтоб мир настал я хочу чтоб каждый человек в Украине задумался что это не наша война это раз второе вас ведут на убой и если вы придете калеками то вы этому государству нужны не будете поэтому через твой канал каждого каждого маму папу каждого прошу убегайте убегайте пока не поздно игнорируйте не обращайте на эти ужасные законы которые привели а если вы на сегодняшний день способны выходить выходите тысячами в каждом городе и не отдавайте своих детей на эту войну всех СБУ не запугает не идите на эту кошмарную войну которая провоцирует НАТО Америка и Европа задумайтесь о своих сестрах братьях детях и о своем братском народе Белоруссия Россия мы единый народ вот за это задумайтесь а так хочу еще рассказать мир всем особенно Донбасс спасибо большое удачи вам спасибо я поддерживаю все дорогие друзья с уважением к вам БН